МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году рекордное число молодых ямальских семей получат жилищные сертификаты. Благодаря нацпроекту «Демография» ямальцы могут полноценно отдыхать, многодетным семьям возмещают эту статью расходов. Глоботанская молодежь возрождает курсы молодого бойца, в сборах принимают участие студенты колледжа. Дорога жизни. Снегоходчики объединились, выполняют важную общественную функцию, обеспечивают грузоперевозки через реку. Сегодня дошкалят проверяли на знание всего, что связано со спортом. В детском саду «Снежинка» прошла интеллектуальная спортивная игра «Брейн Ринг». В этом году рекордное число молодых ямальских семей получат жилищные сертификаты. Благодаря решению губернатора Дмитрия Ратюхова и перераспределению средств жилищного ведомства, число участников окружной программы выросло более чем в два раза. Их составит в этом году около 1350 человек. Количество семей является рекордным с момента начала реализации программы в 2005 году. 50 дополнительных сертификатов направлено молодым семьям в Ямальском, Надымском, при Уральском районах, городах Лабытнанге и Губкинский. И это уже второе увеличение количества получателей в этом году. Ранее, благодаря дополнительному финансированию, сертификаты получили около 700 семей, проживающих в аварийном жилье или имеющих хипотечные займы. Жилищная программа содействует решению задач нацпроектов «Демография» и «Жилье и городская среда», а также позволяет увеличить возможность расселения миллиона квадратных метров аварийного жилья до 2025 года. Поддержка семей на Ямале выполняется комплексно. В рамках региональной программы размер выплаты увеличивается в соответствии с количеством детей в семье. После рождения второго и последующих детей молодая семья получает региональный мат-капитал, который также может потратить на улучшение жилищных условий. Программа для молодых семей пользуется большим спросом среди ямальцев. За три года мерой воспользовалось более 2,5 тысяч семей. Средний размер выплаты в этом году составляет 1,6 млн рублей. Не оставляет стороне семьи выбывающие из списка участников программы «Молодая семья» из-за достижения предельного возраста. Для них по заявлению предусмотрели возможность участия в дополнительной программе. С начала года 183 свидетельства получили участники 36+. Социальная выплата предназначена только для улучшения жилищных условий. Средства можно потратить на погашение ипотеки или приобретение жилья. Благодаря нацпроекту «Демография» ямальцы могут полноценно отдыхать и оздоравливаться. Многодетным семьям возмещают эту статью расходов. В этом году поддержку получили 650 семей, в том числе и лабытнанские. Подробности в следующем репортаже. Вспоминать отпуск всегда вдвойне приятно, когда платить за него не приходится. По крайней мере, полную сумму. Так Екатерина Смарагдова вместе с мужем и тремя детьми съездила на Алтай. Очень понравилось детям. Мы безумно счастливы, что правительство нашего округа поддерживает многодетные семьи. И я считаю, что это несомненная помощь, подспорье многодетным семьям. Получать такую поддержку многодетные семьи могут раз в три года. Екатерина прежде ей уже пользовалась. Сейчас, как и в предыдущий раз, получила компенсацию за проживание, приобрела билеты на детей по льготной цене в 2,5 тысячи рублей. Возмещение происходит по факту возвращения. В течение полугода я подаю документы об оплате. И соцзащита в течение месяца возмещает уже расходы. Сумма возмещения за отдых и оздоровление зависит от количества детей, проживающих в семье. Так, многодетная семья, воспитывающая 5 и более детей, получает возмещение в расходе 1600 рублей на каждого члена семьи за один день отдыха. Ну, например, если семья состоит из семи человек и отправилась на отдых и оздоровление, то отдыхать будет 21 день, то сумма возмещения составит 235 тысяч 200 рублей. Семья, воспитывающая трех или четырех детей, объясняет Марина Кравченко, получит 1280 рублей на каждого ребенка и родителя. Отдыхать можно и в России, и за ее пределами. Семьи могут воспользоваться предварительной оплатой отдыха и оздоровления, то есть получить часть денежных средств до того, как они уедут в отпуск. Это такие семьи, как многодетные семьи, в которых воспитывается 5 и более детей. И также предварительной оплатой могут воспользоваться многодетные семьи, являющиеся малоимущими семьями, в которых воспитывается ребенок либо дети до трех лет. Эти семьи могут воспользоваться предварительной оплатой отдыха и оздоровления. Желающим получить компенсацию на отдых, необходимо предварительно обратиться в Управление по труду и социальной защите населения. В этом году таким правом воспользовались 30 многодетных лабытнанских семей. Отдыхали в Краснодарском крае, Крыму, Абхазии, Тюмени и даже в Объединенных Арабских Эмиратах. Ирина Ахкопова, Геннисадыков, программа «Время местное». Лабытнанская молодежь возрождает курсы молодого бойца. В сборах принимают участие студенты филиала Ямальского многопрофильного колледжа. Это будущие призывники. Сегодня их учили стрелять, разбирать автомат Калашникова, метать гранату и самообороне. Пять этапов, включенный секундомер и максимальное собранное. С ближайшие два дня 20 самых спортивных студентов Ямальского колледжа проведут не в аудиториях, а в импровизированной военной части. В Лабытнанге впервые проходят курсы молодого бойца. На время спортивный зал колледжа стал местом, где собрана военная атрибутика. Здесь все как в жизни. Перед большим экскурсом в боевое дело ребятам проводят легкую разминку. Затем опытные бойцы показывают ребятам, как защищаться от противника. Можно по-разному защищаться, но сейчас начнем самое элементарное. Это сбив. Раз, раз. Можно так же правый сбить и правый убавить. Понятно, да? На раз-два выполняем. На раз сбиваем, на второй бьем. Студенты научатся тому, что необходимо в армии. Сейчас им не нужно вставать в 6 утра и отдавать честь. Но подготовка нужна, чтобы до присяги молодые люди поняли, что такое армия и какие задачи необходимо выполнять на протяжении года. Однажды такие курсы помогли определиться в жизни юноши, который сейчас стал опытным бойцом. С опытом, потихоньку, потихоньку. Я пришел к тому, что спецназ это мое. Я люблю этот коллектив. Каждый член семьи и состава близок к моему сердцу, можно сказать. Потому что моя жизнь может зависеть от моего коллеги. Студент Анатолий Чепцов говорит о службе в армии позитивно. Необходимо получить образование, а потом вступить в ряды вооруженных сил России. В семье Анатолия есть военные. Он гордится, что вырос рядом с ними. У меня два прадедушки воевали как минимум. Я хочу быть достойным правнуком для них. Потому что они достойны. Они ради того, чтобы мы еще жили под этим прекрасным, открытым, чистым небом. Воевали, отдавали жизнь. У меня с детства мечта стать военным. Вот полноценная мечта. По крайней мере, хочу, даст Бог, войти в спецназ. Если не получится, то, скорее всего, пойду по контракту в армию. Это 100%. Вот заинтересован я в этом. Полностью погружен. Также спортом занимаюсь с детства. Пытаюсь адекватно исследовать жизни, пути. На вооружении российской армии оружие Калашникова состоит более 60 лет. Каждый участник курса научился сборке и разборке автомата, снаряжению патронами и устранению неполадок. Показали ребятам правила прикладки и прицеливания. Подбежали на исходную позицию. Упали на левое колено, на левую руку, на локоточек. Все, вы почти готовы. Следующий момент – это пристегнуть в магазин автомат. Все, вы готовы к стрельбе. А это не модный приговор. Здесь сотрудники МЧС демонстрируют, как быстро и правильно надевать костюм химзащиты. Уже завтра ребята продолжат свое обучение. Их ждут новые испытания. Проверка физической подготовки по армейским нормативам. Дарья Самородова, Николай Снегир. Программа «Время местное». Жители Лабытнанги и Салихарда уже лучше синоптиков научились высчитывать примерные даты завершения навигации и открытия ледовой переправы. Жизнь обоих городов тесно связана и круглый год зависит от погодных условий. С 13 ноября к работе официально приступили сюда на воздушные подушки. На них переправляются пассажиры. Для перевозки груза нужно искать другой вариант. Сразу скажу, что он есть. Снегоходы штурмуют реку между Салихардом и Лабытнанги. Это не экстремалы и не искатели острых ощущений. Шесть снегоходов совершают по 20-30 рейсов в день каждый, чтобы помочь людям с доставкой грузов с одного берега на другой. Рискованные перевозки организуются каждый год. В данный момент уже не рискованно, потому что лед толстый. Более 20 сантиметров. Пока у нас нет этого самого моста, который транспортная система бы хорошо работала. Так и получается. Главные пользователи, снегоходов-перевозчиков, предприниматели. Они несут ответственность перед клиентами, заказчиками, покупателями. И вариант подождать может стоить и денег, и репутации. Татьяна, например, выполняет срочный заказ по ремонту. Работу нужно завершить до конца года. В данный момент я сейчас хочу загрузить штукатурку для того, чтобы сделать ремонт в офисе. Вот так вот. И здесь у нас, в городе Лабытнанга, такой нет штукатурки декоративной. Поэтому приходится как-то пользоваться вот этим транспортом. Дорожники уже намораживают лед на переправе. Сейчас его толщина приблизительно 15 сантиметров. Безопасное значение 35. Планируется, что оно будет достигнуто через две недели. Первыми на переправу допустят легковые автомобили общей массой до 3,5 тонн. Грузовым придется подождать еще. От момента, когда паромы перестают курсировать между Салихардом и Лабытнангей до открытия официальной ледовой переправы, проходит примерно месяц-полтора. Но жизнь на это время, конечно же, не останавливается. Люди ищут возможность переправиться на тот берег или отправить груз. И пользуются экстремальными видами транспорта, конечно, те, кому действительно очень надо. Как, например, нашему оператору. Стоя на берегу, красивую картинку не снимешь. Водительское удостоверение можно будет предъявить в электронном виде. Сделать такой QR-код можно в мобильном приложении госуслуги «Авто». Нововведение пока что работает в тестовом режиме, поэтому инспектор вправе попросить и привычный документ. Подробности расскажет Карина Щербакова. Как часто мы забываем взять с собой водительское удостоверение. А вот наличие смартфона проверяем практически всегда. Теперь у водителей есть возможность предъявить права в электронном виде на телефоне. Электронную версию прав можно оформить в приложении госуслуги «Авто». Для этого необходимо ввести данные и получить свой уникальный QR-код. При остановке водителя инспекторами на дороге они могут предоставить этот QR-код. Инспекторы при помощи служебного планшета могут отсканировать данный QR-код и получить полностью все данные об этом водительском удостоверении и о водителе полностью. Но, тем не менее, пока еще на законодательном уровне не закреплено этот QR-код. И пока еще водителю все равно придется возить с собой водительское удостоверение на обычном бумажном носителе. Разработчики полагают, что электронный документ ускорит процесс оформления нарушений ПДД, а также позволит избежать штрафа в 500 рублей, который водители рискуют получить из-за собственной забывчивости. Мнение о жителе в этом вопросе разделилось. Я знал, что вступил или вступит, но еще не пользовался. Вообще идеальная идея. Потому что сам часто забываю, а потом приходится возвращаться в машину. Идея как бы неплохая, но возьмем, к примеру, историю из прошлого, когда сказали, что будут действовать электронные полиса, страховые. Когда говорили, что достаточно инспектору назвать номер полиса и не обязательно возить его с собой. Прошло сколько лет? До сих пор, если нет бумажки, инспектор может написать протокол и выписать штраф. Да нет, они всегда при мне. Но я думаю, что дело хорошее. Можно пользоваться. Ну, лично мое мнение, что данное нововведение в нашей стране позволит в первую очередь сотрудникам дорожно-постовой службы в скором времени, в упрощенном варианте, разыскивать тех правонарушителей, возможно, имеющих неоплаченные штрафы. При проверке документов точно так же облегчит им сверку с определенной картотекой базы данных. Слышал об этом, что такая форма есть сейчас, цифры и права, но пока не сталкивался. Ну, жду пока практики всеобщей, как говорится. Еще один вопрос, насколько безопасны электронные права. Инспектор уверяет, что подделать их очень тяжело. Думаю, не получится, потому что инспектора будет проверять через служебные планшеты. То есть там уже своя база ГИБДД. То есть, если сделать поддельный QR-код, то он просто не отсканируется и водительское удостоверение не покажется гражданина. При этом водители все равно обязаны иметь при себе привычный документ для проверки при сбоях. Если нововведение окажется удачным, водителям разрешат не возить права с собой. Для этого внесут необходимые поправки в правила дорожного движения. Карина Щербакова, Григорий Волков, программа «Время местное». Вокальный ансамбль «Преображение» детской школы искусств приглашает своих поклонников на юбилейный концерт. Приходите в субботу в 18 часов в Клуб «Строитель». В программе выступления собраны популярные номера и новые композиции. Каждый день коллектив пропадает на репетициях, оттачивая свое мастерство не по одному часу. Одну из таких посетила и наша съемочная группа. Чтобы петь вот так задорно и легко, нужно много работать. Тогда будет результат, который не стыдно и зрителям показать. Вокальный ансамбль «Преображение» 19 ноября исполнит на сцене свои лучшие хиты. Эстрадные, военно-патриотические композиции, песни о городе. На север, на север, на север колеса вагона стучат. Слушайте друг дружку. Москва-лабыднанки, Москва-лабыднанки, скорее к полярным ночам. Несмотря на то, что в ансамбле поют профессионалы, педагоги детской школы искусств, без подсказок, наставлений здесь не обходится никогда. Игорь Шевцов и руководитель, и участник «Преображение» в одном лице. Именно ему когда-то захотелось создать свой коллектив, где вокалистами будут одни мужчины. Мечта осуществилась в 2012 году. Это было 8 мужчин, которые одновременно приняли решение петь вместе и составить вокальный коллектив. Потом, спустя некоторое время, коллектив был реорганизован, и в состав вошли и женские голоса. Сегодня ансамбль «Преображение» – это 10 исполнителей с разным тембром голосов. Влада Мажарова в коллективе поет всего два года. Говорит, что песня доставляет удовольствие не только слушателям, но и самим исполнителям. Изюминка – это просто весь наш коллектив, наша подача, наш порыв. И что мы просто хотим выразить свою любовь к нашим зрителям, порадовать их своим выступлением, своей энергетикой. Юбилейный концерт под названием «Ты, песня, моя и любовь» начнется 19 ноября в 18 часов в клубе «Строитель». Участники вокального коллектива приглашают всех желающих разделить праздник творчества вместе с ними. Рая Ермолаева, Эдуард Захаров, программа «Время местное». Городские библиотеки приглашают талантливых горожан на творческий конкурс с характерным северным названием «Морожка». В нем отражена вся суть предложения – показать красоту и уникальность окружающего мира. Показать фантазию, креативность могут все, возраст участников не ограничен. Победители в каждой из трех номинаций выберут в трех возрастных категориях. Торжественное подведение итогов и вручение наград 9 декабря. Это уже второй год проводится конкурс, но в этом году мы расширили масштабы. И до 1 декабря у всех желающих есть возможность поучаствовать в этом конкурсе. Подать стихотворение на одну из номинаций о нашем городе-северном крае, либо на свободную тему, та, которая интересует автора. Затем то же самое только в прозаическом формате. СССР, рассказ, можно даже сказку. И рисунок. То есть рисунок о родном городе, о севере. Для того, чтобы мы могли проиллюстрировать электронную книгу, которую мы будем издавать по итогам этого конкурса. Сегодня дошколят проверяли на знание всего, что связано со спортом. В детском саду «Снежинка» прошла интеллектуально-спортивная игра «Брейринг». Лабытнанги – город спорта. Участвовали все детские сады городского округа. В каждой команде по 5 ребят. Подробности в следующем репортаже. На столах у дошколят флажки. Кто первый его поднял, тот и отвечает. За каждый правильный ответ начислялся один балл. Нужно было отгадать вид спорта, указанный на экране, подобрать к нему оборудование, догадаться по словам, о чем идет речь. В футбольные мяча, а в футбольные мяча играют руками, а в футбольные мяча – ногами. Согласны, ребята? Да! Молодец! Самым интересным раундом для детсадовцев стал тот, где каждая команда должна с помощью жестов показать вид спорта, который попался в карточке. Готовы, команды? Да! Показывай! Готовы, ягодка, правильно? Мышь, готовы, молодцы! Кто же стал лучшей командой в спортивной игре? Члены жюри приняли решение наградить дипломами все детские сады. Каждая команда была лучшей в определенной номинации. Знатоки зимних видов спорта, самые эрудированные, лучшая спортивная команда. Мы говорили вида спорта. Загадки отгадывать, показывать, ну, сколько дели, ну, по карточке. Это виды спорта. Мы знаем все виды спорта. Вас этому в садике обучают? Да. Мы устраиваем перегонки, забеги, метания, бегаем на снегоступах. Сегодняшняя игра была организована в честь 155-летнего юбилея города Лабытнанги. Серия игр продолжится, но уже в других направлениях. Это первая серия игр, которая будет организована на базе каждого детского сада. Наш детский сад был первооткрывателем. У нас спортивное направление, поэтому это была спортивная интеллектуальная игра. Брейн-ринг Лабытнанги – город спорта. Около 40 событий пройдет в детских садах. Эстафеты, интеллектуальные игры, квесты и многое другое ждет дошколят в честь будущего юбилея любимого города. Это Анастасия Шиховцова, Григорий Волков. Программа «Время местное». Это все на сегодня. Далее прогноз погоды на завтра. Заходите на наш сайт lbttv.ru и подписывайтесь на группы во всех популярных социальных сетях, где мы размещаем оперативные сообщения и новости. Спасибо за внимание. Всего доброго и до встречи в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!